Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать, тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планироваться, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать, так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов, так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Осторожно, ненормативная лексика. Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо и несет только развлекательный характер. Все материалы взяты из открытого доступа в интернете. Ссылки на источники в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня мы продолжаем серию реакции на... Уже у нас следующее видео, связанное с предыдущим выпуском реакции на... И это будет реакция на видосик канала, опять же, Повучина, ссылка на данное видео будет в описании. Я не хотела, опять же, я каждый раз не хочу, но каждый раз меня уговаривают записать подобные видео. И после такого просто ажиотажа... Ребят, спасибо большое всем тем, кто подписался после предыдущего видео реакции на... На канале уже такими темпами скоро стукнет 1800 подписчиков. Я просто не верю, это очень большой прирост. Спасибо вам за ваши лайки, просмотры, за то, что вы просто уделяете мне внимание, мне это прям очень приятно. Предыдущее видео реакция на собрало почти 3000 просмотров. Пока я монтировал это видео, просмотров уже перевалило за 3000. Боюсь, сколько их будет по мере выпуска данного видео. Наверное, уже за 3500. Это просто какие-то бешеные цифры, и они продолжают расти, что меня лично не может не радовать. Также спасибо большое за ваши комментарии под предыдущие реакции. Такие, такие просто комментарии. Некоторые вдохновляют, некоторые восхищают, некоторые вызывают искреннее уважение. Но их много, и мне так нравилось читать, особенно комментарии тех людей, которым было что сказать, просто излить душу, поделиться этим. Где комментарии это просто вот такой столбец, иногда из нескольких частей. Это очень было классно, все это сидеть, читать. Я прям... Ребят, вы большие молодцы, потому что я лично боюсь высказывать свое мнение. И благодаря вашим комментариям, плюс еще моим друзьям или соклубникам, там и друзья, и соклубники, все требовали, чтобы я в этом видео была немножечко поразговорчивее в плане своего собственного, своего личного мнения. Поэтому, да. Но, но оно будет высказываться исключительно основываясь на фактор, который мы будем сегодня видеть в видео Павучина, которое называется «Голос народа Star Stable». Я думаю, вы его уже все посмотрели. Я его тоже уже посмотрела. Но именно высказывать свои эмоции и делиться мнением в полном объеме я сегодня буду вместе с вами. Да. Так что устраиваемся поудобнее, наливаем чаечек и начинаем. Я вообще не думала, что это видео такого тона могут зайти. И даже не дело в том, что это очень сейчас популярная в нашем комьюнити СНГ, ССУ сообщества тема. Просто со мной я не ожидала таких объемов. И сегодня мы продолжим. Да, значит. Да. Мне, если честно, страшно рассказывать свое мнение. Но раз люди просят, значит, если вы так хотите, и там, будем рассказывать. Итак, опять же, я буду ставить на паузу и комментировать. Начинаем. А перед началом ролика реклама для тех, кто искал выгодный донат по вкусным ценам. В удвоение цена идентичная. Донат производится через официальное приложение. Живая очередь. А ссылочка в описании. Приветствую вас на канале Павучина. По названию видео вы, вероятно, догадались, что сегодня буду говорить не только я. Пожалуй, отвечу для начала на самую частую фразу от защитников Алины. Она блогер. Она имеет право высказывать свое мнение. Но при этом мы частенько слышали в свой адрес после выхода разоблачения «Заткнитесь». Ребята, вы такие фокусники. Так в воздухе переобуваться. Сказка. Алине можно говорить все, что придет в ее головушку. А мы должны молчать. Да с чего бы. Я также часто слышала фразу «Зачем вы обсуждаете я за спиной?» Камон. Мы вышли на публику. Все сказали прямо тут, не прикрываясь чужими именами. Это нельзя назвать «За спиной». Поверьте, если бы тот фрагмент видео, который мне скинули лишь сейчас, попал бы в мои руки при своем рождении, клочья летели бы еще тогда. Это был вопрос времени. И Павучина. Секунду, буквально. Вот да, интересно, что когда выходят такие видео, подписчики другого ютубера пишут, что за спиной. Однако человек в прошлом видео прям привет передал с чмоком таким просто в видосике. Поэтому, ну как тут за спиной, как тут за глаза, когда вот все перед глазами и даже с горячим приветом, горячим поцелуем из серии. Ну это фразы такие, если что. Так ладно, посмотрим дальше. О, Павучина. Павучина, говоришь? К Бакичу прекрасно отношусь, а вот Павучина. Это же Павучина-то детка, которая меня обосрала, да? Нет, да, по-моему. По-моему, она. Сейчас я даже посмотрю. И сказал мой ник, ну, про течену. Вот, вот, крепи. Да, и обосрал мой канал, короче, и обосрал мой контент. И что она говорила в этом видео? Ну, за базаром она явно не следит, потому что такое сказанное на меня, это было, конечно, жесть просто. Она такая сидит, говорит, а вот Претич, прям мой ник говорит в ютубе, мой ютуберский ник, это вообще, лучше не говорить в ютубе мой ник. А вот, вот это Претиченел, типа, снимает топы лошадей. Вот все лошади хорошие, а Претиченел, как дура, короче, там, типа, снимает топы. Типа, зачем она их снимает? Это такие глупые видео, ну да. Видео, которые собирают дохренища просмотров, это как раз-таки топы лошадей. Ага, давайте их не снимать, конечно. Бакич, например, топит за то, что надо шейдерами снимать. С чего шейдерами? Я, допустим, некоторые видео без шейдеров снимаю. Ну, типа, шейдерами надо. Без шейдеров тоже Старстейбл красиво, почему? Что ж, а теперь тот самый отрывок, где я впервые упомянула Алину, и как она говорит, назвала ее дурой и так далее. Все, посмотрели, там, не знаю, Претиченел, такие, блин, фриз, хейч, лошадь, все. Она в топе убогих, там, да, еще кто-нибудь, я не знаю, Лузитана, кучеряшка, англичан, все, все говно. Но я их не куплю, просто так сказал мой любимый блогер. Я сейчас в целом не хочу называть каких-то имен, потому что, конечно, это же мне и обе... Она говорит, что нельзя упоминать имя блогера в своих видео. Но давайте посчитаем, сколько раз прозвучал мой никнейм. Не единожды, это точно. И паучина. Паучина? Паучина, говорит? Паучина? Паучина, это детка, это... Паучина. Ты не паучина, нет. Что ж, ладно. А теперь перейдем именно к тому самому. Семь раз я решила прям посчитать, семь раз. И до этого все кусочки, которые мне когда-либо скидывали, если у нее... Я просто попадала на такие кусочки, когда мне их пересылали посмотреть. Вроде бы, насколько я помню, никогда не было такого, что если у нее в чате на стриме что-то спрашивают, у Pretty Channel на стриме, то у нее могли спросить, как ты относишься там к такому, то есть со стрим-ютуберу, к такому, к такому, к там, к Насте Лир, к, господи, паучина и все остальные. И, как, Бакич, правильно? Я просто не всех помню, не все имена знаю, но извините, я извиняюсь. Я только начинаю вливаться во все это и запоминать своих товарищей по ССУ Ютубу. Вот. Но никогда вроде не было такого, что их нельзя называть. Как бы, по-моему, все друг друга спокойно называют, потому что... Ну, проще же сказать название канала, чтобы человек понял, о ком идет речь. И, по-моему, у любых так. То есть я тоже не исключение, у меня на стримах спрашивают... Кстати, да, была такая ситуация, у меня спрашивают, как ты относишься к... И вот называют мне имя, имя Pretty Channel, а я не знаю, как ее зовут. Откуда я знаю, как ее зовут? Я же не смотрю я. Я спрашиваю, а кто это? Ну, в смысле, кого вы имеете в виду? Мне объясняют, что это канал самый популярный по ССУ Pretty Channel. И я такая... Никак, как бы, вообще никак, я ее не смотрю. То есть, как бы, если вы называете имя человека, не ждите ответную реакцию, что другой человек может этого ютубера по его настоящему имени знать. Это нужен либо ник, либо название канала, чтобы все понимали, о чем речь. А то, что нельзя называть других ютуберов в видосах или на стриме, это вообще откуда? Это вообще как? И вот, кстати, да, она подтвердила косяк, ну, назову это так, косяк, который у нее все наблюдают очень часто. И я в том числе вот сейчас это услышала. И до этого тоже были моменты, где я это наблюдала. Она говорит что-то, что соответствует ее критерию, какое-то требование, к примеру. Ну, допустим, не называть ютубера в видосах или на стриме. И сразу после этого начинается постоянное, там, нарушение этого же самого правила. И таких моментов очень много. Я видела всего лишь два. Вот, кстати, вот этот второй. Первый какой-то связан с лошадью, породой. А этот второй. И, извините, конечно, но это смешно. Мне лично. Ну, голос у народа. Здесь я являюсь лишь проводником в мир правды и мнения людей. А начнем мы с интервью, где собеседник попросил остаться анонимным. Итак, первый вопрос. Как вы знали о Прити-чанел? Ну, вообще, мое первое знакомство с данной особой произошло почти случайности. Меня, например, пришло скорее название, нежели содержание самого ролика, а именно пранки клубов. При просмотре никаких впечатлений у меня не появилось. Разве что только озноб, похоже, прошел от времени. Я просто, в принципе, закрыла ролик и продолжила грозить ленту по нужному запросу. Ну, дальше за самой прийти я не следила, так как ее контент не был просто неинтересен. Разве что могла иногда посмотреть, как она лошадей покупает, но не более. Вопрос номер два. Как вы относитесь к ее высказываниям по поводу лошадей первого и второго поколения, и что их не нужно покупать? Ну, здесь хочу особо выразить то, как Прити путает берега, прыгая с одного на другой. Ведь сначала она говорит о своем, в кавычках, мнении, мол, это ваше решение, покупайте лошадей, которым душа лежит. После чего, как и говорилось, меняют сторону и включают в свое агро-эго. Начинают высказывать личные оскорбления не только в сторону самих лошадей, но уже переходя на людей. В принципе, конкретное подобное поведение наблюдается в видео старой лошади. А также сюда можно включить, в принципе, и все ее токи про худших и лучших лошадей, в которых кандидаты меняются, не успевают, что там вздохнуть, моргнуть или пернуть. Причем все они прыгают вслед за ней и переходят из одной категории току в другую. Смешат также ее высказывания по типу «Лошади первого поколения так стоят, лошади забить на старых лошадей и покупать их новую версию, а если вам не нравится, просто купите другую масть» и тому подобные высказывания. Однозначно признаками внушения под прикрытием своего мнения хорошо прослеживаются. Просто хочу сказать, что, господи, посадите ее бедно на стул, судье, кляп в рот, сделайте что-нибудь, чтобы она сидела ровно и молчала. ...вот этим всем своим рассказом, что, ребята, не покупайте старых лошадей, а особенно новые игроки, которые играют год, два, три, четыре, пять. Ну, хорошо, да, молодые, это, блин, реально ваше дело. И дурачки, которые считают, что это квадратики бегающие, тоже ваше. На минуточку, пять лет назад... Пять лет назад. Это же не так давно, вторые поколения только-только начали уходить на задний план, только-только начали появляться третье поколение. И вот даже посмотрю, потому что я веду списки, ну, для себя лично, и нравится мне это дело, в которых как раз я прописала выход абсолютно всех лошадей, но без мастей, то есть чисто новая моделька, по возможности. Вот как нашла, так и записала. И пять лет назад, я играю семь лет, значит, пять лет назад, это у нас какой... По-моему, 19-20 год, скажем так. Ну-ка. Конечно, у нас очень много выпускают лошадей, но все-таки я хочу посмотреть, кто выходил в 19-20 году. У нас, так, 18-й год, северо-шведская... Это так, это 18-й. Так, ну мы считаем, если что, от 23-го... А, 18-й год, да, 23-й год, минус пять лет, это будет 18-й год. У нас вышли северо-шведская, лузитаны, юрвикскипонят, тракененская, фьорд третьего поколения, обновление началок до третьего поколения, Зония и Бринкл, это северо-швед магик. Потом уже пошел 19-й год. Это только-только начало, начало перехода из очень плавного второго поколения в третье поколение. Потому что до этого, считайте, конец 17-го года, я прям, если что, перечисляла в том порядке, в котором кони эти выходили. Значит, у нас... Конец 17-го года. У нас вышли... В августе, извиняюсь, вышли ганноверы. Это последняя официальная лошадь второго поколения. Официально, в плане, что сами разработчики в своих списках пишут, что это лошадь второго поколения. Дальше у нас вышел пентабиан, по-моему. Но пентабиан, он там на модельке арабов. То бишь, он и так, и так второго поколения. А вот после, в декабре, то бишь, все, вот последняя лошадь 17-го года, вышла конемара. И конемара официально считается первой лошадью уже третьего поколения. И то есть, весь 18-й год это вот Северошведы, Лузитаны, Юрексские пони, Тракен, Фьорд, обновление началок. Опять же, Юрексские пони, только магик. И Северошвед магик. То есть, по факту, у нас за 18-й год вышла... Северошвед, Лузитан, Юрексские пони, Тракен, Фьорд. И обновление началок. Шесть лошадей за год. За год. Которые, по идее, считаются третьего поколения. Но это такие ранние стадии третьего поколения. Если что, вот, как бы, вот реально список у меня со всеми вообще, кто выходил. Даже день, месяц и год, когда это выходили. Так что пять лет назад... Пять лет назад еще были популярны фризы второго поколения. От них еще никто не избавлялся. Да, конечно, все бегали с Лузитанами, потому что тогда это был просто самый пик выездковой лошади, как и Тракененская. Божечки, надеюсь, ударение правильно ставлю. Как сложно с этими породами. И все. Северошвед была лошадь чисто для зимы, потому что тогда, в зиме, можно было кататься быстро только на определенных породах. Не забываем, что когда-то такое было. Вот. Так что, я считаю, ее утверждение необоснованно. Если что, можете на официальном сайте даже поискать, какая лошадь когда вышла. Разработчики старые статьи не удаляют вплоть до 2014 года. То есть, у них все это все еще висит на сайте, и вы можете спокойно зайти по поисковику, найти, какая лошадь когда была добавлена. Я считаю, что, в общем, она необоснованно, скажем так, говорит, что те новички, которые начали играть 2-3 года назад, но 4-5, а в особенности 5 лет, это уже слишком близко к переходу от второго на третье поколение. Тогда еще хороших лошадей было не так много, как сейчас. Ну, хороших я имею в виду, что очень реалистичных, с хорошей анимацией, детализированной текстурой масти и все прочее. Ваше дело. Вдумайтесь, зачем вам старая лошадь? И даже если вы хотите купить старую, лучше купите новую лошадь другой масти, потому что даже масти у новых лошадей намного лучше, чем у старых. Вопрос номер 3. Худшие лошади в StarStayble Online. Что же в них такого ужасного? Так, это очень сложно, сейчас. Так, ну-ка. Лузитана. Незаслуженно в этом списке. Да, она уже сильно отличается от тех же самых Пасофина, Липисантов. Она очень сильно от них отличается, но при этом является одной из первых лошадей третьего поколения, которая уже сейчас может носить, насколько я помню, новые уздечки, новые выездковые седла, вольтрапы, неуверенно за нагавки. Вот, то есть в этом случае, именно за счет амниции, Лузитана выигрывает у многих спортивных, хороших лошадей. Дальше. У нас Севершвед. Да, Севершвед, он, к сожалению, в плане аммуниции заброшен, но моделькой и мастями это очень уютные прогулочные лошадки. И, кстати, чуть позже в этом видео будет одно высказывание Прити Ченнел, по которому я поняла, точнее я думаю, что она не жалует лошадей, которые вестернские, малая часть, или же прогулочные, то есть тяжики, какие-нибудь лохматые лошадки, которые вот кроме как быть в клубе клубной лошадью, но их уже не делает никто клубной лошадью, почти, есть одна-две породы, которые еще делают, вот. И второе, это кататься на них, просто гулять, просто потому что они очень большие, плюшевые, или небольшие, не плюшевые, но очень милого вида. Севершвед я считаю одна из этих лошадей. Да, мы на них не можем носить новую амуницию, но я считаю, что вот это одна из тех пород, которые, ну, не слишком, кажется, старой по выходу, как 2018 год. Мне кажется, что как будто она вышла не так давно, но как бы, да, она отличается от третьих поколений, но все-таки. Так, кто еще там? Финская. Вот чем финская заслужила такое обращение? Когда вышла финская, все на них бегали, прыгали, и даже участвовали в соревнованиях по выездке, насколько я помню. То есть их брали, они очень, ну, классные, почему она их так добавила в этот список, я не понимаю. То есть, ну, если бы они реально были плохи, на них бы тогда никто не бегал. И сейчас на них иногда я вижу людей, очень классные лошади, и, по-моему, их тогда скупали только так. Дальше у нас кто? Лепецан второго поколения. Зачем добавлять в такой список плохих лошадей поколения, которые уже перевыпущены? Я не знаю, когда было выпущено это короткое видео, но сам факт, если уже был выпущен лепецан третьего поколения, зачем добавлять в этот список лепецан второго поколения? Это, ну, я так полагаю, лепецан на тот момент еще не вышел обновленный. Но все равно сравнивать второе, официально второе поколение с официальным третьим поколением, это просто, ну, как бы... Зачем? Кудряшка. Прям по кусочкам, прям по полочкам объясню, почему все практически не любят кучеряшек, но при этом покупают и при этом на них катаются. Кучеряшка, или же кудрявая лошадь. Единственная лошадь в игре, у которой очень долгая, я бы даже сказала, двухэтапная какая-то анимация дыбов. Вы больше ни у кого таких дыбов не увидите. То есть она вначале идет назад, чуть-чуть приподнимается, как бы вот так вот, опускается обратно, и только после этого вот такое движение ногами, очень какое-то смешное, косолапое, и уже обратно на землю становится. Это очень долгая анимация дыбов. То есть если ты случайно нажал у этой лошади на дыбы, ты сидишь и думаешь, зачем я это сделал, как я мог забыть, или вообще там кривые у меня пальцы, что я случайно так нажал. Вот, но это правда. То есть это самые долгие дыбы, и по анимации они, ну, как будто пластилиновые, особенно под конец, когда она вот так делает. Но, теперь про алюры. Это салат оливье, я не знаю, это микс разных лошадей. Когда их только-только выпустили, я не знаю, как сейчас, половина алюров была взята у внимания ювикского пони. То есть примерно то же самое, вроде бы, что и с тракененской. То есть половина анимации была вообще не своя, и взята у таких лошадей, которым, ну, тут вообще вот никаким боком быть не надо. Из-за этого у нее был когда-то странный шаг, рысь, манежный, по-моему, был ничего, я уже, я уже не помню, если честно. Но сам факт, вот алюры не радовали никого. Вообще никого. но радовала всех их кучерявая шерсть, масти и их миловидность. Они невысокие, такие кучерявые лошадки, на которых очень приятно просто внешне куда-то кататься, собирать сет, ковбойский какой-нибудь, и идти в горы. То есть для прогулок, это чисто прогулочная лошадь, она подходит. И вот только из-за этого, из-за того, что она внешне такая милая, несмотря на все ее грехи со стороны разработчиков, ее все равно покупают. Особенно, когда была на нее скидка, я помню, я побежала, еще две купила. Да, катаются на них редко, но как только появляется желание пойти прогуляться в гордом одиночестве в горах или там по лесу, она одна из тех лошадей, которые больше вероятности, что оседлают и поведут кататься. Английская чистокровная. Тоже не понимаю, почему она в этом списке, потому что берут. Это одна из лошадей с суперкрутой анимацией карьера, именно скакового, для скачек на ипподроме. И, по-моему, английская чистокровная является первой лошадью в игре, у которой была такая, появилась такая самая прекрасная анимация скаковой лошади. И остается до сих пор, недаром же у нас проводятся соревнования скачки-забеги на ипподроме, то бишь, скаковой дорожке баронессы, где берут либо так, либо английскую чистокровную, либо бельгийца, либо араба-пентабиана. Вот. Потому что эта лошадь скаковая. Она создана скаковой, она скаковой и является. Больше ничего. Когда-то все брали английскую чистокровную второго поколения, я помню, на выездку и конкур. Это было очень давно. Третье поколение в плане выездки вышло не какущее, то есть алюры не вызывают никакого эстетического выездка, восхищения, но карьер, но скачки, но забег по ипподрому это как бы да. Ну, из серии кто на что учился, кто для чего был рожден. Так что хорошая скаковая лошадь. Фризская прекрасная моделька, красивейшая грива, анимация подстателем настоящему живому Фризу, но эта лошадь загублена разработчиками, потому что когда только-только вышел Фриз и начали появляться новые уздечки, новые стетла, я не отвечаю за все сообщество, но уверена, что почти все, кто обожал Фризов, ждали, что когда вот-вот скоро выйдет обновление, разработчики сделают так, чтобы наши Фризы могли носить новые уздечки, седла, вольтрапы, потому что это же когда-то был просто эталон выездки в ССО. Если у тебя не было Фриза, тебя не брали ни в один приличный клуб, а если все-таки взяли только с тем, что ты в течение трех дней или недели редко больше, ты обязан был купить Фриза, потому что в самых крутых клубах раньше всегда был Фриз. Но разработчики решили сделать по-своему изобилие на Фризов, если до сих пор, спустя столько лет после их выхода, Фриза не могут носить новые уздечки, новые вольтрапы, новые выездковые седла, но вроде бы иногда что-то пролагивает, и какие-то новые уздечки на них можно, кажется, надевать, но они становятся невидимыми. Я очень надеюсь, что это такая надежда, надежда на то, что в скором времени когда-нибудь разработчики дадут нам возможность носить новую хорошую выездковую спортивную амминицию на данной породе. Пока что нет. Опять же, не вижу смысла, почему в этот топ добавлен мустанг, которого я безумно обожала лично когда-то, и обожаю, если честно, до сих пор, и не важно, что я на нем не катаюсь, просто, почему второе поколение находится в сравнении с третьим поколением. Не знаю, стоит ли разбирать мустанги, наверное, так же, как и лепициана, нет, потому что это второе поколение, и как бы их сравнивать с третьим, ну, зачем? Ну, не в этом топе. Если в топе лошадей второго поколения, тогда да. Я думаю, что любому другому человеку могло бы показаться, что на лошадях первого-полторашнего поколения весь условарный запас негативных слов закончится и пылающее око давно потушилось. Но, к сожалению, дорогие друзья, должно вас огорчить, ведь это далеко неправда, в удар попали лошади третьего поколения. Как и говорилось выше, здесь происходит та же самая ситуация, в которой невольно замешаны и игроки, и лошади. Они попадают по удар величественного мнения королев в стулу, которая так и не могла усидеть на одном стуле. Ранее любимые лошади оказались самыми худшими. Основные придирки это барабанная дробь в масте лошадей именованы отборные парашечки. Конкретный пример является ранее находящийся в фортпинте Тинхорс, где четко прозвучали сказанные выше слова. Также проблемой является присутствие багов, что наблюдается у лузитанок на структерах и в футер-хорсах. Причем последнего она вне холстит, как и за гривен. Да, такая же проблема, а ведь, наверное, из-за нее и происходят все деды в мире. Хотя, пора бы уже не видеть, что у гривов кто-то желать лучше. Но, тем не менее, кто-то к ним все же привыкает к таким гривам, а кто-то просто меняет их на стандартные шишечки. Вот, стал бы сильно похож. Ой, не знаю, давайте в фортпинта сбегаем, ну-ка в фортпинта хочу сбегать. Так, а в фортпинта вообще отборная парашечка стоит, ну, вообще, он мне не нравится. Я даже, если бы всех коней покупала, я бы его не купила, потому что, ну, это просто взято кюрвистская чистокровная и просто наложено на пингхорсе. Вопрос номер четыре. Как вы относитесь к тому, что она презирает людей, кто не согласен с его мнением? Ну, начну с того, что, в принципе, подобное поведение интересуется не только в каком-либо комьюнити, но и в остальной части интернета, да что там даже в реальной жизни. Как и было сказано, она выбрала путь не меньшего сопротивления, тоже я бы знал, а то, что в принципе специально прибегает к методу унижения других людей, пытается не только повысить свой статус за счет них, но также и за бедность к черному пиару. Ведь те люди, кто оказываются плохими, и прижелые всегда на слуху. В принципе, я считаю, что проблема не только в расхождении мнений, ведь в принципе уплатится за любую возможность, даже если ты только ей комментарии напишешь, она посчитает это отскорбление и вылетит всю гулять на человека. Точнее, что хочется отметить, все, что в ее силах это скрыть комментарии, хотя сомневаюсь, что это делает она, скорее всего, отбегает ее последники или модератора. В момент отмечу, что она именно скрывает, это не удаляет комментарии, ведь больше никаких нахождений повышает ее активность. А если она их удалит, то ее в виде в качестве кармана. Просто хочу сказать, что она ведет себя некультурно и крайне профессионально. Поэтому Ютубу пора обратить внимание на токсичные данные персоны. Вопрос номер пять. Как вы относитесь к ее высказанию по поводу коноблогов и сериалов? Ну, начну с того, что в принципе с моими плечами лежит куча просмотренных коноблогов, сериалов и фильмов. Начнем, пожалуй, с коноблогов и сразу хочу сказать, что данная задумка весьма интересна и у большинства определенные действия как раз крыше этот жанр крайне реалистично окунуться в эскетику ухода за лошадью и весьма охотно списать сюжет в реальные события. Однозначно хочу похлопать людям, что занимаются подобным сусердием, но, конечно же, я также хочу кинуть осуждающий взгляд в сторону Фрити, которая, давайте, посмотрим правдим в глаза, ни черта не понимает в этой сфере. Но, как обычно, язык у нее развеется лучше, чем у нас не способен. Ладно, переходим к сериалам. Так и здесь есть тоже о чем поговорить. Опять же, хочу отметить, что в Руко Мьюнити с ССО есть годные сериалы и фильмы. Взять, например, Настю Лир, хотя, боже, сравнить всех двух людей просто не имеет значения, ведь мы все как раз знаем, кто здесь лучше. Это Настя Лир. Да. Есть и другие весьма годные сериалы, а в случае с нашей сегодняшней героиней просто скажу, что вкуса у нее явно нет. Какая-то параша, какую-то пигню очень снимают, боссовые сериалы и тому подобное. Это прекрасное описание двух их фильмов. Хлопаем стоя и встречаем. Фильм «Чемпионка». Неинтересная картинка с доезженным и нудным сюжетом, где все облизывают пятки главной героини, потому что она самая крутая чек-то на районе. Большая часть фильма, как уже многие заметили, занимает экранное время своими долгими и ненужными сценами. При просмотре данного творения я поняла несколько вещей. Первое, это реальный смысл и здесь даже не пахнет. Видите, когда наша притя была не столько... Пока хочу вставить здесь кусочек своего мнения, опять же, как, в принципе, и весь этот видосик. Я... Были у меня такие моменты, что я думала попробовать снять хотя бы первую серию или пятиминутный какой-нибудь видосик по типу сериала, просто чтобы понять, могу ли я это или нет. Но у меня там в голове такие сюжеты, такие мысли, такие сценарии были, что даже не знаешь, откуда взять столько людей, к примеру, или как это вообще все снять. Причем я говорю не про сейчас, я говорю всегда. Да, то есть сериалы были, я помню, очень популярны в 17-18-е годы. Вот. И даже тогда я думала, и там такие сюжеты, такие прям, у-у-у, классные, классные, классные. Вот. Но вот действительно то, что кусочек, в прошлый раз мы смотрели с чемпионки. Ну да, вот то, что и сказали, по сути, что вот она девчонка, которая очень крутая, и вокруг нее весь сюжет. Я что-то даже не подумала об этом, что вот это, это все так. Так, 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 вроде давайте дальше. Хочу также заикнуться про реалистичность действий, ведь для того, чтобы уверенно держаться в седле, нужно в раба на дробь, как говорил Петти, учитывать траектору движения лошади и верь в себя, как издель не толкует диснецкий принцесса. Тогда все обязательно получится. Второе, что я поняла, автор фильма совершенно не старается, и буквально повезло, что фильм не снесли к чертям, и он прошел проверку времени. Оттого и большое, количество просмотров. Гордиться кринжом, что она не сотворила, а буквально переживала и выпрыгнула, это еще больше кринж. Ну, что-то я, в принципе, заговорилась об этом, да и, как говорили некоторые новыми личностями, зачем перемывать кости старому творению? Перейдем к самому сладкому. Моя непослушная ложь. Неинтересная картинка, заиженным и нубым сюжетом, где все облизывают прятки. Ага, старая амба. Это уже где-то было, и мне кажется, ах, да, точно. Мы не станем учитывать ошибки, и даже новый фильм наступать на те же страны и гравли. Поэтому топтаться на одном месте просто нет смысла. Очередная потеря времени и просмотр стоит только того, чтобы выйти поиспалму и более. Конец видеоблога. Благодарю анониму за данное интервью. И плавно перехожу к мнению админ состава групп в ВКонтакте. Все мы так или иначе связаны с данными группами, где публикуются наши с вами фотографии, видео, арты, где мы можем найти полезную информацию о квестах, кодах, новых лошадях. Также мы можем рекламировать свои клубы и находить новых друзей. Но Алина решила, что имеет право понизить планку важности данных сообществ. И вот, что на этот счет думает сама администрация. Как глава крупных сообществ считаю, что Алина перешла все возможные моральные устои и принципы. Она, как медийный публичный человек, не имеет права открыто оскорблять проекты и тем более людей. Она должна осознавать на себе всю ответственность своей популярности. Также был возмущен открытыми призывами смотреть ее фильмы через обход блокировок с целью ее личного обогащения. Это очень низко, подло и беспринципно. Удалить из комьюнити и забыть. Но ее. Забаните все, ибо обсирать тех, кто покупает лошадей, которые ей не нравятся, говно. Сообщество для продаж, обменов и просто поиска чего-либо говно. Сообщество по спойлерам говно. Всякое творчество по типу сериалов говно. Челы, которые ей не подсасывают, говно. Делаем вывод, что для нее все говно. Ну и нам такая шваромойка. Если все, что она не увидит, говно, просто бан и не иначе. Такие люди не лечатся. Она нам про деревья, короче, выложила, что, типа, возможно, будут новый квест связан с этими деревьями. Вот. Выложила, короче, все ошибки. И еще она помогашки выкладывает. Мы, скорее всего, по ее группе сейчас будем собирать, потому что я немножко не понимаю, где тут что собирается. Там она рассказывает, где... Вот тот побед, которого я боялась. Это то, что у меня будет бомбежка. Я эти кусочки смотрела, но я надеялась, если честно, сейчас о них забыть. Так, в общем, моя бомбежка насчет того, что... Ну, это как бы личное дело каждого. Это просто мое личное, как бы, непонятие. Как бы, ну как, ну как? Донат. Донат. Там... Некая сумма. Большая. Там, ну до 10. Ну, хотя, в принципе, я думаю, вы видите. 6 тысяч рублей на коняшек. Это, 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 это как? Это, это, ну, ну, блин, ну, как сказать-то? А что так долго-то? Нет, я понимаю, что я сама уже начала закупаться старкоинсами много, много за один раз, но надолго, там, на несколько месяцев вперед, потому что я понимаю, что я, ссошный ютубер, мне нужно покупать коней, мне нужно иногда покупать новую одежду, чтобы показать ее вам, и потому что она классная, она нравится мне, вот, но, в принципе, это основная часть старкоинсов уходит на покупку лошадей и новых вещей с амуницией, в принципе, это больше не на чего, там, 200 с чем-то ска ежемесячно на уход, ну, половина моей лайфнивской зарплаты, считайте, вот, но, такие большие суммы я лично трачу со своих, со своих средств, то есть, я их не прошу, когда-то, я помню, я делала донаты на, допустим, возможно, на лайф, когда он стоил 1700, ну, там, это по скидке, и на старайдер, другу, я помню, я помню, он, я их и все еще держу, эти 250, рублей, допустим, на старайдер, другу, если он захочет вернуться, поиграть вместе с нами, вот, но, как бы, ну, может быть, было, что 200 с чем-то ставила, ну, как бы, один пак, не больше, один пак, чего-либо, допустим, если именно СК, тут 6000, либо это донат на, на далеко и надолго, потому что, ну, ставить такую большую сумму за один раз, когда у тебя почти все твое, все твои подписчики, все твои зрители, кто тебя хочет поддерживать, ну, возможно, не может себе позволить, там, ну, даже 100 рублей иногда повезет, если меньше, то есть, ну, просто, это, это психология обычно, когда человек, который не может, подарить и поддержать ютубера какой-либо суммы крупной, как бы, но он очень хочет это сделать, чтобы сделать ютуберу приятно, вот он маленькие суммы готов, там, кинуть и раз в месяц, допустим, то, что он не работает, там, он учится, у него карманные деньги, допустим, вот, а когда он видит вот такие большие сборы, его это пугает чаще всего, и он не хочет делать, то есть, он либо ждет, когда до конца останется чуть-чуть, либо он ничего не делает, и просто ждет, когда появится какой-нибудь маленький донат, мне кажется, это психология должна работать такая, но я еще на своем опыте говорю, потому что я тоже не всегда снимала, я тоже когда-то была просто тем, кто смотрит. ...какие цвета собрать, то есть, там все прям в постах, у нее дофига, короче, постов в день выходит, но там дофига годной информации, поэтому, ребят, блин, ребят, это пока что единственная группа, которая реально годные спойлеры, все остальные группы хрень всякую выкладывают. Увидев этот отрывок видео, мне стало крайне неприятно, что крупный СНГ-блогер не контролирует свою речь. Я, главный администратор Сталис НССО, мы админсоставом очень много вкладываем сил в этот проект и видим отдачу от аудитории. Помимо этого, у нас есть другие крупные проекты, и, как выразилась Алина, да тому этих двух тур под ДНК подписчиков. Хотя это не так, и Алине стоило бы убедиться в этом, прежде чем так высказываться. За другие группы тоже обидно. С некоторыми владельцами я знакома лично и знаю, что они тоже вкладывали много сил в свои труды. Я не собираюсь переходить на обсуждение контента Алины. Уже очень многое сказано. Хочется, чтобы все ее подписчики и друзья поняли, что сейчас защита напрасна. Алине, как минимум, надо извиниться перед владельцами групп, ребятами, которые делают сериалы, да и просто перед людьми, которых она публично оскорбила в своих видео и стримах. Ой, я уже в третий раз пересматриваю момент вот этим взрывом, и мне каждый раз безумно нравится. Значит, кто не понял, мало ли. Поясняю. В этом малюсеньком кусочке она очень плохо высказывается о нас с вами, и в том числе о самой себе, о своих соклубниках, и о своих подписчиках, о всех людях, которые играют в ССО. И в конце, вот это бубуф, это то, что просто бомбина, пулкан горит, вулкан горит, пусто, 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 ну как можно играть, как бы, даже не так, как можно играть, быть по этому ютуберу, ютуберам в этой сфере, иметь свой клуб, я так понимаю, ну друзей, друзей, знакомых, постоянно быть в ССО, и так крыть ССО, крыть всех, но получается, что еще и себе заодно, потому что она тоже является членом ССО СНГ комьюнити, то есть она попадает и сама же под свои же описания, публично оскорбила в своих видео и стримах, скалываться на кое-каких особ в нашем ССО, ССО босса нам комьюнити, я вдруг... Думаю, многие уже поняли, насколько пренебрежительно претти относится к чужому труду, а мы идем далее, и напоследок у нас куча фактов от моего подписчика, блин, вы давайте. Вот это я люблю, вот это я снимала в прошлом году видео насчет ошибок в ССО, и я повторюсь, покупать старых, ненужных лошадей без анимации второго поколения. Нахрена? И я не знаю. Это надо, мои дорогие, у вас спросить. Зачем вам нужны старые лошади, которые, по факту, никуда вам не пригодятся? Ни в клубы. Ну да, получается, только в клубы лошади пригождаются. Да вообще, ну они вас никуда не пригодятся просто. Блин, шатал я ваши дешево, они стоят. Я написала, а что сразу про эти членов? Она мне ответила. Вот кусочек, который был до этого, извините, конечно, но такое чувство, что человек немножечко присугубил. А может быть, даже и не немножечко, как бы, ну просто так это звучит, конечно же, может быть, я чего-то не понимаю, но по звучанию, по сравнению вот с остальными всякими вставками и видео, там явно голос не особо четенький такой и уверенный. Но я могу ошибаться. А, вот, вот еще, кстати, момент, меня просто меня лично разбомбил. На новый процессор это что там, i9? i9? Нет, вот, чисто из любопытства, чисто из любопытства, сейчас, мне прям интересно. Я искренне извиняюсь, что я иду в телефон лазить, смотреть. но допустим, допустим, где-то его реально можно найти за такую сумму, но сам факт собирать такие сборы, я не знаю, но это мое личное, я не могу ставить такие суммы, потому что я ставлю обычно, очень редко ставлю цели, там, по 500, по 1000, потому что я знаю, что их собрать намного проще, и как бы, ну, ну, просто по чуть-чуть, ну, как бы, ну, а вот когда я, я не сразу, кстати, увидела вот эти 20к, я их увидела спустя, там, какой-то промежуток времени, вот, в этом фрагменте, я такая, а чего? А чего? На процессор? На целый процессор с аудиторией, где там очень много именно детей, ну, детей, подростков, которые не имеют собственного заработка, и мне соглубники пишут, мол, знаешь, что, похоже, ты не так это делаешь, вот, чё надо ставить, вот такие суммы надо ставить, не так, ты неправильно всё делаешь, иди переделывай, ну, шутя, конечно же, но меня это лично раздраконило в тот момент. Этиш коней не стыдно, покайся, вот так мне написало, короче. Ужасно вообще. Вообще, на самом деле, все лошади, которые уезжают в Фергров, вот, вот сейчас я прям, ой, какой разбор я сейчас устрою, прям не могу. Я вот скажу вам по своей, как бы, по своему опыту, что всё, что уезжает, мать его, блин, в Фергров этот сраный, тут все лошади говно. Вот прям, вот в Фергрове лошадей вообще ни одну из них не покупаете. Вот я... Заранее хочу сказать, что если вы не заметили, Старстейбл чаще всего пытается лошадей расставлять в тех локациях, где они нужны по своему назначению. Это значит, что у нас есть раньше Старщайн, там кто стоят? Правильно, вестеринские лошади, Дикого Запада и всё прочее. Места там не так много, в связи с чем нам Морганов и Танисийцев поставили в ближайший населённый пункт с продажей лошадей. Что ближе всего к ранчу Старщайн? Правильно, Фергров. Кто там еще стоят? Кучеряхи и финские лошади. Для чего? Мы их буквально минут 20 назад с вами разбирали. Для чего их чаще всего покупают? Правильно, для прогулок. Фергров находится где? На окраине гор и леса холов. Следовательно, это прям идеальный вариант, где они должны стоять. Я вам серьёзно говорю. Морган, он, ну Морган и Морган, типа он ничем не примечательный. Финская, я вообще молчу. Кудряшка, я вообще молчу. Ты не сиец, ну я тоже молчу, ребят, ну это жесть вообще. Эти лошади, финская, это полное дерьмище, вообще не покупайте эту лошадь. Я вам, просто если вы её даже купите, не послушаете там никого, скажите, да, это всё врут, вы потом сами охренеете, насколько это реально вы сами офигеете, насколько на самом деле это приятная компанейская лошадка, особенно если вы любите такой типаж невысоких, коренастых лошадей и на удивление с симпатичными аллюрами. Я вообще считаю, финская, это самая худшая лошадь третьего поколения. Да ребят, каким был фриз дерьмом, таким он дерьмом и остался, понимаешь? Ну вот Оля Липа, не знаю, но Оля Липа, я вам знаете, что про неё скажу? Оля Липа, она мне давным-давно, когда только закрыли донаты, она мне писала вконтакте, она мне пишет, типа, давай я тебе, говорит Алина, типа, задоначу на твой аккаунт, ну по дешману, а ты типа меня пропиаришь, то что я, ну типа, доначу на твой аккаунт. Я ей сказала так, во-первых, свой аккаунт данный, я не дам тебе точно 100%, потому что мой аккаунт слишком для меня ценный, у меня слишком много лошадей на этом аккаунте, у меня слишком много, большой уровень, у меня слишком аккаунт для меня это дорог, это первое, второе, почему я должна пиарить тебя, если даже неизвестно, обманываешь ли ты людей, потому что, если не дай бог, что это случится, обманет она, не обманет, не знаю, обманывать, не обманывать, не могу вам ничего сказать, ребята, и потом мне же, понимаете, мне мои подписчики потом пишут, Алина, нахрена ты рекламируешь, типа, людей, которые, ну, типа, дурят на старкоинцы, и я говорю, она такая пишет, ну, я написала, типа, законность, лир, байк, Макичу, Вивиен, там, кому-то еще, там, Даниэла Хорс, на этом все. Я не успела нажать стоп, поэтому давайте немножечко вернемся к тому моменту, где она обругала всех лошадей, да, это видео очень долгое, я прям очень в шоке, но, короче, просто не получается. Морган, это вестернская прогулочная лошадь, теннисиец, это то же самое, это вестернская горная прогулочная лошадь, но в случае с Морганом он, по-моему, только прогулочный, и его берут только если вот прогулки или вестерн, но при этом, насколько я помню, у него симпатичная аллюра, просто у меня Моргана нету. А вот теннисиец, за что он так с теннисиецем? Да, у него не выездковые аллюры, насколько я помню, но, по-моему, у него красивый голоп, и у него прекрасный прыжок. Я на предыдущие соревнования по конкуру брала теннисиеца, как раз, которого в итоге купила на основной аккаунт, и, боже, какие там красивые фотографии, где он прыгает, где он приземляется. У него красивейший прыжок, то есть, он прям вот, ну, в этом плане красавец, сделайте ему короткую стрижку или шишки, оденьте на него конкурный сет, и просто вы не узнаете теннисийскую прогулочную. У него, он высокий, у него худые ножки, он весь такой худенький-легенький, и просто попробуйте поехать и попрыгать на нем конкур. Не понравится, не понравится, но мне лично безумно понравилось. Я на три аккаунта, по-моему, теннисийца покупала именно как конкурную лошадь. Это всё по поводу... Вот я вам серьёзно говорю. Морган, он... По поводу, где тут, по поводу фриза... Я потеряла. Во, то, что она поносит фриза... Он неплохой. Он неплохой. У него своя анимация, шикарнейшая анимация. Кто-нибудь помнит, какая у него анимация? Если не помните, приедьте в конюшню Юрвика, посмотрите. У него красивая своя родная анимация. У него фрисская рысь. Он такой крупный, высокий, с матовой текстурой масти. Он красавец. Но заброшен по развитию разработчиками. Это да. Но я считаю, вот то, что она про него говорит, тоже незаслуженно. Дальше кусочек. Кусочек у нас про Олю Липу. В этот момент, когда я услышала впервые этот кусок, мне стало очень противно. Объясню почему. Это получается чисто договоренность. Внутренняя договоренность. О которой, по идее, не должны знать никто, кроме тебя, значит, второго человека, который тебе предлагает услуги, или которому ты предлагаешь вот такое вот сотрудничество. И максимум твоя администрация. Все. Все. Как бы да, она ей написала с предложением. Ты отказалась. Все. У вас ничего нет. Ничего. Никакого действия. Ни рекламы, ни сотрудничества. У вас ничего. Ты отказала ей. На кой ты это все рассказываешь людям в прямом эфире? Я вот просто... Для меня это так некрасиво со... Ну, как бы со стороны финансовой даже. Хотя ничего, как бы финансового тут нет, но все равно. Это, считай, публичное разглашение. Господи, как его... Ну, как будто бы предложение, договор, я не знаю. И я прям очень сильно удивилась, потому что, ну... Для меня это что-то из ряда вон, как бы некультурное. И мне сейчас очень жалко Олю, потому что ничего не случилось. Вообще ничего. Ну, как бы предложение поступило, приложение отказано. Все, разошлись. А из-за этих слов продавец мог понести потери, хотя она этого не заслужила. Я у Оли Липы с оклубниками своими. Мы закупались у нее в течение полугода, пока... Пока могли. Потом перешли на другой способ доната. Но она просто волшебный человек. Она никогда вообще не задерживала и писала все вовремя. Вообще просто. Я сама не заметила, как пролетели шесть месяцев, даже семь нашего вот... Ну, не сотрудничество, а то, что мы просто у нее закупались каждый месяц. Каждый месяц на одни и те же суммы, в одном и том же количестве. Просто святой человек. У нее столько отзывов. Ну, ну, прям... Ну, 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 просто, ну, как бы все хорошо было. Пока не вышел вот этот вот... Вот этот вот отзыв. Я вообще просто в шоке. Прям вообще в шоке, в шоке, в полном. Ну, это просто... Я не знаю. Это вот самый большой шок, что я испытала. Так... Ладно, смотрим дальше. Там вроде еще что-то было. У меня такое. Ну, так вот. И что мне пишет Кристина? Я сейчас буду орать. Возможно, кто-то это неправильно воспримет. Но... Кристина мне сказала, что на это согласилась Настя Лир. Я закричала на весь... Этот... Как он? Скажите, где? Я у Шушил была, я там на весь шушильник заорала. Настя Лир согласилась. Настя Лир. Ладно, я. Но Настя Лир, которая мне три года назад отказалась в ходке, согласилась в какой-то группе делать поздравления. В ахрене, если честно. То есть, у меня она отказывала, а другим она согласилась. Я Лир реально не понимаю. Я, конечно, уже подписывание давно Лир обошла. А при чем тут подписка? И почему такая реакция? Как будто тебе завидно, я не знаю. Ну, согласилась и что. Все хорошо у них. У Оли... Не знаю, у Лили, поскольку сейчас там отзывов. Но у нее уже там за тысячу отзывов переплюнуто. Постоянников, по-моему, много. Клиентов. И как бы... Эта реакция выглядит так, как будто ты отказала и хвастаешься своей безопасностью, что ты защитила себя и своего персонажа. Но когда ты узнала, что другой ютубер, которого ты, судя по тому, что тоже опять же идет речь о подписчиках, ты мечтала обогнать. И вот то, что она согласилась, тебя это задело. Ну, ну, я говорю то, что вижу. Я описываю то, что вижу. Это не так? Ну, как бы, ну... Вот... И вот... Вот она непонятная двоякость, которую я наблюдаю. То есть... А, кстати, двоякость. Да, в конце расскажу. Главное не забыть. У меня, кстати, до Нового года будет 30 тысяч подписчиков. Давайте трясать не добиваем. Я прям даже бокал вина открою за это. 30 тысяч подписчиков! Я, короче, баба, это так много! И я просто... То есть Настя Лир будет записывать. Настя Лир, которая не снимает видео. У меня, помню, 25 тысяч подписчиков. У меня 29 тысяч, у меня 25. Не снимает видео. Согласилась записать видеоролик поздравления подписчиков на Новый год. А-а-а-а! А-а-а! Это то самое поздравление! Шикарное вышло поздравление! Эм... Ну... Хе-хе-хе-хе-хе! Всё-всё-таки начался мой истерический смех! Ну... Наверное, может быть... Несмотря на то, что Настя Лира давно не снимала... И снимает не так часто. Потому что у неё есть ещё дела, кроме компьютера. Это называется личная жизнь, работа, учёба. Там, не знаю точно. Наверное, потому что когда-то в своё время народ её искренне полюбил и уважает до сих пор. Уважение, что даже если ты не снимаешь, если у тебя не получается выкладывать постоянный контент, аудитория тебя любит, поддерживает и рада тебе всегда. Вот Настю Лир, люди её аудиторию уважают. Вот это... Вот круто! Это классно! Поэтому что такое, что уважаемого в СССР СНГ комьюнити ютубера, который сделал детство многим, и мне в том числе, пригласили нас записать поздравления. Все были безумно рады услышать Настю Лир и остальных девчонок, потому что это было очень классно и очень мило. Вот я заметила, что стоит ей начать упоминать Настю Лир, всё её несёт. Агрессивно начинает нести. Сразу начинается какое-то, что у меня больше подписчиков, что я её давно обогнала, что она не снимает, я снимаю постоянно, что впереди паровоза. Не знаю, вот прям агрессивно начинает. Прям её несёт. Вот стоит упоминать Настю Лир. Просто когда она мне сказала, что Настя Лир согласилась, я сказала, что я тогда скорее всего тоже сделаю. Вообще хотела записать видеоролик, типа, поздравления, ну, подписчикам. Ну, не подписчикам, именно на мой ютуб-канал, а именно для вот Кристины. Она потом все вот эти поздравления ютуберов соберёт вместе, и, ну, типа, и будет поздравление в группе ВКонтакте. И Настя Лир согласилась! Вот просто, Настя, ты чё нафиг? Я в ахрене просто, я в ахрене. Да-да, Алина. А вот что такого? Ей предложила администрация группы. Администрация её позвала, предложила, она согласилась. Чего она бесится? Я прям не понимаю. А, и ещё один момент, который меня тоже прям вообще выбил из колеи. Это донат, вот здесь, вот здесь вот донат, на съёмную квартиру в Москве. Я не знаю, как до Нового года, то есть это, по идее, стрим 23-го года. А, ну да, учитывая то, что там вот зима, камушки вроде, вот это вот волшебство. Это эта зима была. На съёмную квартиру в Москве 12 тысяч рублей. У меня вопрос, где она нашла такие ценники и, извините, конечно, но если 12 тысяч рублей на неё одну, то вопрос, а сколько человек будет снимать одну квартиру, чтобы у неё донат был такой суммы? Я просто поражаюсь, ну как бы, ну... Ладно. Мы поняли, что если тебе это не принесёт денег, ты даже париться не будешь, а дети ждали тебя в этом поздравлении и хотели услышать. Что ж, может и к лучшему, что этого не произошло. Это последнее видео на данную тему. Далее я продолжу свою деятельность лишь как ютубер и надеюсь, что случившееся будет уроком для многих. До новых встреч, мои дорогие. Эээ... Просто поставлю на фон, чтобы картинка шла. Эээ... Вот, вот удивление, то есть... Прям... Вот, всё, у нас закончилось видео. Эээ... Надеюсь, это будет последняя реакция на... Не хочу я больше такое видеть и слышать, что такие вот это... Моменты. Вот. Но... Я хотела вам рассказать про некую двоякость... Эээ... Хозяйки канала Притечену. А двоякость заключается в том, что... Эээ... Мне рассказывали, и один раз я стала свидетелем в каком-то то ли стриме, то ли видео. Ну, если что, вот я вам рассказываю, что я видела, мне скидывали, там, я видела... Это за несколько лет. Вот сколько? За три года, что ли? Ну, за три года мне там... Там... Ну, сколько? Раз семь что-то скидывали, и вот все эти семь раз там что-то такое было запоминающееся. Она может... Эээ... Вначале... Не полюбить какую-либо лошадь. Прям... Просто по носам ее крыть. Что она ей не нравится, что это ужасная лошадь, что вообще не покупайте ее, она отвратительная. Не важно. Не важно, какая порода. Прям... Вот вообще... Ну, все! Просто вот... Агрессия, неность. Чуть ли не... Я уверена, если бы была возможность, она бы сказала, удалите это, немедленно из игры. А спустя месяц-два она эту лошадь покупает. Причем именно той же масти, которую она больше всего поносила. И резко с этого момента данная лошадь становится топом покупаемых лошадей, которых она обожает. Вы скажете, вкусы меняются? Вкусы меняются. Но вкусы нормально воспринимаются, когда... Если ты вот ютубер, ютубер, ты вначале подъезжаешь и говоришь, что, ой, тебе порода не зашла. Ну, просто не зашла. Вот что-то пока не хочется. Не хочется ее покупать. Там масти чего-то не очень. Ну, не нравится. Пожалуй, не буду брать. Не в этот раз. А потом резко, неожиданно ты влюбляешься в эту породу. Да это у многих было, и есть, и будет, что... Вот такая вот искренняя прям пламенная любовь, а вначале полная равнодушие. Ну, как бы это еще... Это вот... Это вот да, это да. Это... Как... Как и происходит. Но то, что ты кричишь во все четыре, там, я не знаю, пять десятков рупоров, что порода лошадь, мать отвратительно ужасная, и что ты ее никогда не купишь, а потом купишь, она резко становится лучше всех. Что это просто топ лошадей. Это как-то странно или мне одной так кажется, что это как-то очень странно? Эээ... Потом что-то еще я вроде бы хотела сказать. Да, наверное, нет. Наверное, все. Видео вышло безумно долгим. Целый час. Я безумно благодарна, что вы его посмотрели за ваши просмотры, лайки, комментарии. Эээ... Вы просили, чтобы я высказывала свое мнение. Я его высказала. Я в недоумениях, в непониманиях, в некоторых смятениях на некоторые... Действия, фразы, кадры. Да. В общем, какой же я вывод хочу это сделать? Я надеюсь, что действительно больше таких видосов не будет ни у Павучина, ни у меня, ни у кого-либо еще. Но... Что хотелось бы сказать. Мне безумно жалко, что кто-то терпит оскорбление в свой адрес. Видимо, просто не понимая, что его оскорбляют, причем очень жестко и очень неприятно. Мне жалко сообщества, все, которые имеют большущую тучу-кучу подписчиков, рекламы, услуг, которые процветают. На постоянной основе процветают, у которых хорошая администрация, группы работают, что они тоже услышали такое в свой адрес. И очень неприятно слышать, что она, ну, как бы, опять же, я это буду называть только поносит. Поносит старых лошадей периодически. И тех, кто покупает старых лошадей, то есть, вначале жестко поносит, а потом может сказать, ой, ну, это их, это их мнение, это их хотение, как бы, это, это, это на вашей совести. А еще она, вот, да, вот, то, что она, по-моему, говорила про Фриску, что там, она, опять же, ужасно лошадь, не покупайте ее. Но если вы все-таки ее решили купить, типа, не удивляйтесь, что вы потом в ней расстроитесь. Какое жесткое навязывание своего вкуса. Вот, опять же, вот, худший лошадь. Ну, как, 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 тут... Худших тут нет. Нету худших лошадей. Есть разные вкусы, есть разное время. И разная анимация. Но, я только соглашусь с тем, что вот кучеряха, да, кучеряха это проблема, а Фрис заброшенная лошадь разработчиками. Вот это единственное, что я могу сказать. И все. И все. Но как? Мы прям... Несправедливо все получили. Ни за что. И навозы, и поносы, и всего, и прям вся-вся-вся, и все-все-все. Ну, вообще прям. Очень неприятно. Что вы... Может быть, действительно просто кто-то не понимает, что она говорит. Хотя, мне кажется, за три года те, кто начинали ее когда-то смотреть, уже должны были подрасти и начинать осознавать, что она говорит. Как говорит? Я не знаю, что еще. Так что на этом видео подошло к концу. Опять же, еще раз большое вам спасибо. Спасибо за предыдущее видео, где вы сделали просмотры, лайки, комментарии. Я была рада их почитать, услышать ваше мнение, ваш голос, потому что иногда я узнаю то, что сама не знаю. Это было очень интересно почитать. Некоторые пишут философские рассуждения. Я это очень-очень сильно люблю. Прямо если есть еще что-то, пишите. Я и тут почитаю. Вот. Так что да. Ну, если честно, после такого видео хочется еще больше пойти и заняться своим родным и любимым делом. К примеру, пойти покататься на старых лошадках, вспомнить, каково было мне в СССР 7 лет назад. Я же могу уже считаться хотя бы немножечко старичком. Ой. А иногда, кстати, хочется переодеться в старую одежду, сесть на старую лошадь со старой амуницией и попытаться вспомнить, как выглядели наши старые персонажи, которые лично сделали мне, ну не детство, но мое детство в СССР. Да. Вот так вот. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Верьте в себя, у вас все получится. Не бросайте начатое творчество и развивайтесь. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова